Всем привет, меня зовут Дмитрий Гриценко и сегодня я хотел бы начать разговор про новый дебют. Это Будапешский гамбит, который возникает после d4, коня f6, c4, e5. Несмотря на то, что формально относится к гамбитам, в принципе, к пешку, которую жертвуют черные, они отыгрывают со временем. И получается довольно интересная и позиционная игра. То есть, в принципе, его нельзя сравнить, конечно, с, например, королевским гамбитом, в котором очень много жертв и очень много различных дебютных тонкостей. В принципе, этот дебют более спокойный и более позиционно оправданный. Итак, сегодня я хотел бы показать более редкие варианты, которые неправильны за белых, но все-таки иногда встречаются в практике. Покажу лишь основные направления. Итак, после e5, конечно, правильно, d, e, но белые могут выходить и иначе. Например, один из возможных вариантов это d5. Но этот ход плох хотя бы тем, что черный играет сразу же слон c5, то есть занимает важную диагональ a7, g1, потом d6. То есть, в принципе, здесь план простой. Конечно же, здесь с ошибкой будет слон g5 сразу же. Из-за хода слона f2 и возле короля f2, конь e4 с выигрышем пешки и король белый без рокировки. То есть, после слон c5 надо играть поспокойнее. Конь f3, черный играет d6. Здесь опять-таки слон g5 не проходит из-за того же удара слона f2. Вот поэтому приходится играть поскорбнее. Например, сделать ход e3. Но тогда просто 2-0, конь c3, a5. В принципе, полезное включение, чтобы не было коня 4 с разменом нашего сильного слона. К примеру, слон e2 и конь e8. То есть, черные просто проводят f5, в дальнейшем, возможно, f4, конь d7 играют, кони f6 возвращаются. Например, ферзь e8, могут ферзь d6 пойти. То есть, я останавливаться не буду на этой позиции, потому что здесь у черных превосходная игра. Итак, второй возможный вариант, кроме как взятия и хода d5, это ход конь c3. Но ход плох хотя бы тем, что после размена взятия ферзем этот же ферзь совпадает под атаку. То есть, черные развиваются с темпом. И после ферзи d1 играют слон b4. То есть, если не походить слон d2, то будет грозить d5. А если походить слон d2, то, в принципе, можно вначале уйти в 2-0. И после кони f3 все равно провести d5. Пользуясь тем, что вскрытие игры, в данном случае, на руку черным, из-за того, что у них лучшее развитие и большие перспективы для дальнейшей атаки. Итак, последний вариант, который я хотел бы показать, это e3. То есть, ход, наверное, самый лучший из всех, которые могут быть, кроме принятия пешки после d2. То есть, здесь, конечно же, черные бьют еда. В принципе, ферзь d4 тоже возможно, но это, естественно, плохо из-за того же хода конь c6. Возникает аналогичная идея с прорывом d5. То есть, в данном случае, бить, в принципе, плохо из-за конь d5. Если белый играет a3, чтобы не допускать всяких выпадов, слон b4, конь b4, тогда слон e6. И вынуждаем этот размен. И здесь уже видно, что целых три фигуры черных играют, а у белых пока что ни одна не развита. И особо даже и не видно, куда им развиваться. То есть, разве что конь на f3 будет стоять хорошо. Остальные фигуры пока что особо никуда не входят. И если белые продолжают играть одними пешками, тогда конь f6. Естественно, что черных устраивает размен ферзей. Потому что, например, сейчас висит пешка e4. В дальнейшем конь d4 выпад. Возможно, например, на слон g5, конь d4. И здесь уже от угроз у черных защиты не видно. Потому что на слон d3, защищаясь от конь c2, следует конь b3. И в дальнейшем, например, на ладья будет конь c5. И черные выигрывают материал. Таким образом, после еd, конечно же, надо бить еd. Но тогда слон b4. Идея в том, чтобы быстрее уйти в рокировку и создать напряжение в центре. И не дать белым спокойно развиться. Слон d2 сильнейший ход. Размениваем слонов. И два нуля. То есть черные уже развились. А белый королевский вланг пока что полностью еще стоит. Слон e2. И d5. То есть очень важно здесь определить структуру в центре. Суть в том, что cd, конечно же, будет плохо. Из-за того, что образуется изолятор. Если не бить cd, например, походить конь f3. То черные сами могут побить. И сделать ход dc. И тогда опять-таки изолятор на поле d4 будет явно в пользу черных. Поэтому белые решают закрыть структуру ходом c5. Но тогда ладья е8. И после конь f3, ферзь е7. То есть мешаем белым уйти в короткую рокировку. Фактически единственный ход конь е5. То есть сейчас уже белые хотят уйти в рокировку. Но тогда конь c6. То есть уходите в рокировку, но дайте пешку. Как бы черные хотят по максимуму выжать свое преимущество в развитии. Пусть оно будет уже теперь материальным. А не как бы просто пока что абстрактным. Конь f3. То есть защищаем коня на поле е5. И опять-таки белые уже хотят уйти в рокировку. Но тогда конь g4. В принципе и слон g4 был ход, тем плохо. Но конь g4 как бы более резкий. Конь d3, слон f5. То есть опять-таки 2 0 по прежнему нету. Из-за того, что есть слон на поле е2. Конь f4. То есть белые опять-таки хотят уйти у 2 0. Но на самом деле даже черные могут этому не препятствовать. Видно, что у них большое преимущество. И можно здесь походить даже конь b4. То есть идея какая сейчас. Сейчас конечно же конь c2 и ход g5. То есть чтобы окончательно зафиксировать этого короля в центре. Чтобы он не смог сделать рокировку. И полностью белые не могли консолидировать свои силы. Если белые играют 2 0, то сделают рокировку. В принципе это фактически единственный ход данной позиции. Следует ход g5. То есть уходить конем конечно же нельзя. Приходится играть h3. Ну тогда после конь е3 естественно, что вынуждены взять fe. И белые теряют пешку. Плюс как видно черные фигуры очень активны. Линия е за черными. Со слоном белопольным белых проблемы. После слона b5 черные играют c6. То есть они еще и слона отгоняют как можно дальше. Здесь после ладья е1 я показываю одну из своих партий. Но в принципе, естественно все не обязательно. Но я просто хочу быстро показать, чтобы вы примерно понимали. Какие здесь планы. Могут быть у черных в данном случае. После ладья е1, ферзи f2, слона a4 последовал ход конь d3. Фактически вынуждающий размен. После размена уже видно, что поле е2 фактически-то белые не могут защитить. И после слона c2 и ладья е2 они сдаются. Из-за того, что висит и слон на поле c2 и мат на поле g2. Таким образом, данные позиции. Все хода, кроме как dE, приведут к как минимум не худшей позиции за черных. А скорее всего, даже лучше из-за того, что их активная фигурная игра и быстрое развитие. То есть, они быстро уходят в тракировку и в дальнейшем навязывают игру в центре. Возможно, прорываются d5. То есть, тут планов много. И я думаю, что против вас редко кто сыграет не d, если вы будете играть водоперский гамбит. Ну а в следующих видео я покажу основные продолжения, то есть, которые возникают после dE и конь g4. Либо же даже конь е4. Тоже один из возможных вариантов игры за черных. Но не настолько позиционно оправданный, как конь g4. Однако, тоже он будет довольно, я думаю, интересен. Все, спасибо за внимание и до скорых встреч.